Потом вы скажете, говорите у нас на практике, дура, иди к другому. Александр как-то дистрифицировал себя сразу же фразой, как только он переозвучил тему, есть ли у женщины мозги. Тема звучала по-другому, мозги есть ли у кого-то живого существа. Значит, мозги есть, хотя у меня всегда муж говорит, что мозгов у меня нет, но у меня мозги есть. Но тема на самом деле странная. Кстати, я вот сколько-то веду передачу, все чаще склоняюсь к его точке зрения. Безобразно. Мне кажется, что я должен был сидеть где-то вот там, вот на той половине. Почему? Потому что вы любите свой взгляд? Потому что, может, так получилось, что у меня, как всегда, рядом со мной, в жизни всегда были умные и мудрые женщины. Вы все не боитесь этого, Женя. А есть разница умная и мудрая? Конечно, есть. Очень большая. Очень-очень большая разница, даже как-то, по-моему, говорил конфузы, что глупая женщина пытается мужчину перевоспитать, умная женщина стремится его сделать умным, а только мудрый мужчина не пристает к нему, чтобы он спокойно остался, не канифолит ему мозг. Уважаемый мужчина, а зачем мы вообще разделяем этот вопрос по половому признаку? Потому что у нас программа такая. У нас программа такая. Но все время мужчины пытаются сказать, что они находятся на... Нет, ну-ка, ты пи... Нет, ну-ка, ты пи... Потому что для того, чтобы воспитывать, гражать ребенка, для этого тоже нужно умным. Потому что кого ты воспитаешь, если у тебя нет никаких мазков, вот и все. Если вы вспомните, что женщины уходят на пенсию даже в 55 лет, а мы в 60, уже есть разница. Зарплата на одном и том же месте разную получает мужчина больше, чем женщина. Я бы обратился к матушке природе, потому что она не доверила бы продолжение рода. Правильно, садитесь к нам вообще, Федор, правильно. Нет, я помню сейчас, вот это... Смотрите, мы, мужчины, мы любим там всякие игрушки, померятся к качественным... Ну, там, там, я не знаю, толщиной кошелька, чем угодно. Вот. Женщины, мне кажется, в этом смысле женщины мудрее, но... Вопрос умнее. У меня не вредительский великий философ Аристотель говорил. Если вы хотите прожить без печали, не женитесь. А я применитель к нашей теме. Вот таким образом выразился. Если вы хотите прожить жизнь без печали, не женитесь на красивых и умных женщинах. Значит, вы признаете, что все-таки есть умные и красивые? Нет, но не женитесь. Послушайте, но женщины же не только на красивые... Нет. Вы счастливы в браке? Да. Ну, я вам скажу так, она ближе к Дону, поэтому красиво. Значит, тогда... Донская казачья. Значит, вы в печали. Во-первых, а вот, глядя, вот смотрите, получается, глядя, например, на ней, можно сказать, Лия, вы... Ну, знаете, это как автомобильный, выгодите мне, но мы делаем трюк-тюре-патюре-патюре-патюре-патюре-патюре-патюре-патюре.